В Наринмаре определили имена номинантов на премию президента. Талантливые молодые люди региона, которые добились успехов в творчестве, спорте, научно-исследовательской деятельности, получат высокую награду и признание. Лучших из лучших выбирали в течение полугода. Завершили список претендентов на награду победителей конкурса «Лучший по профессии водитель и повар». Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Антон Сафронов считает по-другому. Молодой человек убежден – это прямой путь к успеху. Студент аграрно-экономического техникума, профессию техника-технолога, решил освоить сразу после армии. Кто тебе привел в это приготовление? Само как-то все. Само пошло. Так захотел. После армии пришел и пришел готовить. Антон живет в общежитии. Но обычные макароны с тушенкой – не его конек. Его блюда высоко оценили не только соседи по комнате, но и жюри конкурса «Лучший по профессии повар». Теперь Антон среди номинантов на президентскую премию. В списках получателей президентской премии значатся семь молодых талантливых людей Ненецкого округа. Все победители региональных конкурсов в рамках приоритетного национального проекта образования. Далее их кандидатуры будут рассматриваться на федеральном уровне. Каким образом проходит отбор на федеральном уровне? Мы направляем документы кандидатов, подробную информацию о всех прошедших конкурсах, мероприятиях. И затем уже в федеральный центр смотрят, если все соответствует, если ребята соответствуют, то в этом случае они становятся лауреатами. Всего пять номинаций «Социально значимая деятельность», «Любительский спорт», «Художественное творчество», «Научно-техническая исследовательская деятельность» и «Профессиональное мастерство». Вместе с Антоном Сафроновым диплом лауреатов и денежную премию в размере 30 тысяч рублей получат и другие номинанты конкурса.